Независимо от того, являетесь ли вы фанатом или хотите познакомиться с фильмами Знака Снайдера, в этом видео вы узнаете, с каких картин лучше начать, а какие вообще лучше не смотреть. Сюжет Запрещённого приёма следует за молодой девушкой, помещенной в психиатрическую больницу её отчимом. Героиня справляется со своим заключением, погружаясь в фантастические миры, которые сложно отличить от реальности. Запрещённый приём был первым фильмом Снайдера, снятым с оригинальной концепцией, и, похоже, он усвоил урок никогда больше этого не делать. У критиков было много претензий к фильму, включая чрезмерно сексуализированных женских персонажей и запутанный беспорядочный сюжет. Ветеран кинокритики Ричард Ропер подытожил чувства многих своих коллег, назвав эту картину неразборчивым лицемерным бардаком, который доказывает, что можно даже заполнить фильм полуобнажёнными женщинами с большими пушками, и он всё равно будет утомлять зрителя. Запрещённый приём часто сравнивали с началом Кристофера Нолана, который появился в кинотеатрах годом ранее. Оба эти фильма – научно-фантастические триллеры, в которых рассказывается история, действие которой происходит в обстановке одной реальности, погружённой в другую. – Ты не боишься, чтобы помнить чуть больше, дорогая. Возможно, Снайдеру не надо было следовать этому совету. В то время как начало стал огромным хитом, оставив неизгладимое впечатление, запрещённый приём считается одной из худших работ Снайдера. Бэтмен против Супермена на заре справедливости был первым фильмом о команде супергероев в расширенной вселенной DC, но его успех едва ли мог сравниться с самым большим кроссовером комиксов на тот момент – первой частью Мстителей киновселенной Марвел 2012 года. В дополнение к Возвращению звезды человека из стали Генри Кавилла в роли Супермена, фильм представил Бена Аффлека в роли Брюса Уэйна, также известного как Бэтмен, и Галь Гадот в роли Дианы Принц, также известной как Чудо-женщина. В теории, это был отличный ответ на мольбы фанатов комиксов DC, и казалось, что он станет одним из крупнейших фильмов 2016 года. К сожалению, фильм не оправдал этой шумихи – его разгромили критики, которых, среди прочего, оттолкнула не очень связанная история. Кристи Пучко из CBR написала, «Назвать его пронизанным сюжетными дырами было бы неуважительно по отношению к сюжетным дырам. Это настоящие сюжетные пещеры. О каких дырах идет речь? Как насчет этого? Почему Супермен всегда появляется рядом с Лоис Лейн, чтобы спасти её в считанные секунды, но не способен сделать того же по отношению к своей матери?» Откуда Лекс Лютер узнал, как создать Думсдея? Почему Супермен назвал свою мать по имени во время битвы с Бэтменом? Вы уловили суть. И если вы видели фильм, то, вероятно, можете добавить ещё полдюжины собственных вопросов. Помимо проблем с сюжетом, те, кто рецензировал фильм, согласились с тем, что он был перенасыщен и наполнен 45 минутами ненужного дополнительного контента. Но фильму все равно удалось собрать неплохие кассовые сборы, заработав 873 миллиона долларов по миру. Кинозрители оценили его лучше критиков. Основанный на серии книг Ночные Стражи, фильм Легенды Ночных Стражей 2010 года является первым и на сегодняшний день единственным анимационным проектом Снайдера. Если говорить про озвучку анимированных персонажей, удалось собрать отличный актерский состав. Хелен Мирон, Джеффри Раш, Джем Стирджес, Хьюго Уивинг и Сэм Нилл озвучили фильм, который получил высокую оценку за работу актерского состава, в дополнение к потрясающим визуальным эффектам. Бетси Шарки из Лос-Анджелес Таймс написала, «Сама анимация поразительно красива, как и древний мир сов, который она воплощает в жизнь. Постановка сражений достаточно сложна, и в истинных традициях Снайдера наполнена экшеном» И пускай многие критики согласились с тем, что Легенды Ночных Стражей приятны для глаз, у них все еще были некоторые вопросы к фильму. Главным образом из-за того, что история была слишком мрачной и тревожной для детей, которых она должна была развлекать. Первый опыт Зака Снайдера в том, что впоследствии станет расширенной вселенной DC, был связан с фильмом 2013 года Человек из стали, в котором Генри Кавилл дебютировал в роли Супермена. Это ознаменовало долгожданное возвращение франшизы о Супермене после долгого перерыва, но за это время сердца критиков не слишком смягчились. Их мнения по поводу фильма разделились. Некоторые утверждали, что Супермену Кавилла не хватало эмоциональной глубины, в то время как другие заявляли, что история любви Кларка Кента и Лоис Лейн была скучна и неубедительна. В большинстве обзоров фильма обязательно отмечалось, что это была достойная, пускай и не лишенная недостатков, работа – классический случай фильма, который мог бы быть отличным с некоторыми важными изменениями. Кристофер Орр из Atlantic написал, «В суматошном, шумном фильме Снайдера есть что полюбить. Но к тому времени, когда мы достигаем жестоких излишеств последнего получаса, трудно избавиться от ощущения, что потенциал этого фильма был, по крайней мере, частично упущен» Второй успешной режиссерской работой Зака Снайдера стал фильм шестого года, «Триста спартанцев» – экранизация одноименного графического романа Фрэнка Миллера. Фантастическое повествование о битве при фермопилах, «Триста спартанцев» – это визуальный шедевр, и речь не только о кубиках пресса Джерарда Баттлера. Критики в основном были благосклонны к этому фильму. Многие хвалили Снайдера за великолепную постановку и исполнение Баттлером роли царя Леонида. Некоторые критики, такие как Роджер Эберт из Chicago Sun Times, посчитали, что эта экранизация – всего лишь мачо-боевик без особой глубины. Как он выразился, «Триста спартанцев – это однобокие карикатуры, которые говорят как профессиональные рестлеры, вызывающие соперника на поединок» К фильму не относились слишком серьезно, что вполне уместно, поскольку «Триста спартанцев» никогда не задумывались как точный пересказ исторических событий. Некоторые критики это поняли и приняли фильм таким, каков он есть. – Это Спарта! Пол Оренте с BBC, например, утверждал, что, если рассматривать фильм на его условиях, как греческий миф, который замиксован с Looney Tunes, это своего рода шедевр. Фильм имел огромные кассовые сборы по миру, собрав более 456 миллионов долларов, и задал тон гиперстилизованной картинки, к которой Снайдер будет стремиться в ближайшие годы. Адаптация Зака Снайдера Хранителей 2009 года основана на классической ограниченной серии комиксов DC из 1980-х и может похвастаться звездным составом, который играет группу супергероев в отставке. Они вновь собираются вместе после загадочной смерти одного из них. Хранители – это ещё один визуальный шедевр Снайдера, и он получил похвалу от критиков, впечатленных способностью режиссера запечатлеть поразительную эстетику комиксов и перенести её на экран. Мэтью Россо из Cellon написал после премьеры фильма, «Когда Снайдеру дают отличную историю и говорят, что его задача – просто адаптировать её, он более чем подходит для этого» Кит Фибс из AV Club добавил, Хранители заслуживают похвалы за то, что остались верны характеру персонажей, сюжету и внешнему виду оригинала, при этом генерируя свой собственный вид энергии. Пускай иногда кажется, что она используется неправильно и картина перегружена. И пускай Хранители получили в основном положительные отзывы критиков, были и недовольны этой картиной. Как это не раз случалось в карьере Снайдера, пускай критики уважали его верность исходному материалу на визуальном уровне, многие посчитали, что он был не в состоянии уловить суть истории. Как писал Калим Автаб для National, Провал этой очень точной адаптации подчеркивает тот факт, что для передачи духа комикса фильму нужно нечто большее, чем просто собрание статичных кадров. Зак Снайдер получил свой режиссерский дебют с фильмом Рассвет мертвецов 2004 года. Это ремейк классического одноименного фильма Джорджа Ромеро 1978 года о группе выживших, пытающихся пережить зомби-апокалипсис. На Rotten Tomatoes – Рассвет мертвецов – первая работа, получившая высокую оценку свежести в фильмографии Снайдера. А этой чести не всегда удостаиваются фильмы ужасов про зомби. – Когда нет больше места в храме, мертвец гуляет на землю. Переделать столь любимую классику – это риск, особенно когда режиссер впервые берется за полнометражный фильм. Снайдеру это удалось, но, как это часто случалось позже в его карьере, даже критики, которым понравился фильм, также обнаружили недостатки. Дерек Малькольм из Guardian писал, «У этого фильма более реалистичная кровь, лучшая игра актеров, отличная режиссура, но очень мало моментов, когда он действительно пугает» Мик Лассалло из San Francisco Chronicle сказал, что фильм «глупый, остроумный и добродушный, не столько страшный, сколько мерзкий, и не ужасающий, но неизменно забавный» Потребовалось много времени и масса протестов фанатов, чтобы это произошло, но, по мнению критиков, Лига справедливости Зака Снайдера стала триумфом, достойным ожидания. По общему мнению, Лига справедливости Снайдера – это всё, чем не является театральная версия Лиги справедливости. Возможно, это единственный случай, когда фильм заметно улучшился после того, как его продолжительность увеличилась до четырех часов. Разница здесь, согласно большинству обзоров, заключается в том, что даже если конечный результат всё ещё немного запутан, добавленное экранное время дает Снайдеру шанс по-настоящему воплотить своё видение в жизнь. Робби Коллин из «Селеграф» резюмировал это, написав, «В жанре, всё более ограниченном стандартами, этот фильм стоит как памятник исключительности, которая сама по себе кажется исключительной» Конечно, любой четырехчасовой фильм о супергероях станет мишенью для некоторых критиков, и Лига справедливости Зака Снайдера не исключение. И пускай большинство назвали его заметным улучшением по сравнению с оригиналом, многие обзоры были посвящены недостаткам. Ханна Вудхет из Little White Lies заявила от имени многих своих коллег, что фильм слишком длинный и невыносимый, добавив, что он является ничем иным, как потенциалом фанатской базы влиять на принятие творческих решений на высшем уровне. Тем не менее, этот фильм Снайдер сделал не только для себя, но и для фанатов. И по обоим направлениям все согласны с тем, что он оказался удачным. Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики про ваши любимые фильмы и сериалы, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео!